йоу-йоу-йоу всем привет это канал базука мы продолжаем играть в игру assassin's creed вальгава значит что где я телепортнулся в наше поселение и тут какая-то возня какое-то событие какая-то праздник викингский все украшено каких-то цветов в общем то много чего не все происходит что первое хочу сделать я хочу пойти светлячка выпустить давно уже его нашел одного только правда так его и не выпустил в озеро со светлячками давайте-ка его сюда выпустим и как-то делается хоть посмотрим что это такое что за это нам будет так выпустить светлячка давай о получили приз мерцай звездочка ну все теперь светлячки здесь долетает прикольно если найдем еще потом еще выпустим так максимум провизии хорошо теперь значит что пойдем поговорим с ранды да тут кстати на карте появилось очень много заданий вообще прям вот миллион охота за зайцами тут какие-то королева майя очень много я так понимаю что это временное событие эти все временные задания но мы не будем тратить на них время я думаю что в этом нету смысла сейчас совершенно хотя за них могут давать какие-то награды возможно может быть какие-то даже какое-то снаряжение либо еще что-нибудь такое в наподобие но мы пойдем по сюжету сейчас пойдем по сюжету и нам надо поговорить с ранды кстати наш брат до сих пор сигурд где-то находится в заточении вы до него еще никак не доберемся как ранды давай расскажи что там и ордена там больше нет хорошо хай сам будет рад так люндон мы захватили отлично поговорю с хайсом так новое задание в стран странном краю давайте посмотрим кто будет волчиться что сволка как у тебя дела сволка ты чё тут набывает пойдем с хайсомом поговорим где он тут там наверно еще отдать надо будет артефакт который нашел есть что-то для меня в линдоне все люди ордена мертвы его власть там ослабла рад это слышать только праздновать рановато потому что теперь похожая беда в ёрвике ёрвик в руках норвежцев найти там союзников точно будет куда проще славно что ты не унываешь поговори с ранды чтобы отправиться туда у меня есть вести но они вряд ли тебя порадуют вот как помнишь горма сына кьетви он недавно занял место отца в ордене интересно а горм сейчас в англии он теперь тоже в нашем списке да нам нужно его убить но он сейчас не в англии его надо искать на западе в крае что зовется винланд несколько веков назад его открыл ирландец брэндон орден древних недавно заинтересовался винландом но я не знаю по какой причине я все выяснил но сперва убью горма говорят винланд далеко путь туда долг и опасен а искать врага там можно неделями хайсом меня это не пугает мы с ранды придумаем как туда добраться тебе нужно что-то еще да я вот тебе хочу все отдать даже очок чего не могу отдать так что ты тут делаешь после убийства членов подожди как отдать то почему не могу отдать ты мне уже пора ну за что я уже типа отдал все получается так получается да я не могу ничего дать значит мне уже вступая с миром все тогда пока так теперь поговорить страны да погнали посмотрим на карту союзов ты говорил с хайсомом о винланде чудно я отметила это место на карте по крайней мере примерно скажи когда соберешься в путь так где этот виндон и видун а вот она рекомендованная мощь 160 подожди мне туда рано пока так оксин воршир это мы же уже сделали это сделали это сделали линдон сделали а что тогда еще а вот широк шир снотингеншир а вот йоррик вот 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 про это говорил он да рекомендованная мощь 190 болин у меня столько нет мощи то ну тогда нам да пока не надо давай тогда сначала с широк широм начнем келберт отправился в широк широ да и там все очень непросто широ оказался втянут в продолжительную войну с родри королем бритов келберт рассчитывает заключить мир с западными бритами без опыта ему будет трудно надеюсь твои уроки ему помогли о да но тебе лучше быть с ним на переговорах если у келберта все получится мы обретем союзника тогда мой путь лежит в широк шир очень хорошо келберт с и вором сейчас должны быть в квадфорде он находится на реке афан хафран если там и вор без меня точно не обойтись так новая записка получилась не внебрежная записка от ранды не все труднее смотреть на его через стол с карты союзов и не думать о том что могло бы быть и отвержу себе что просто давно не виделась и гордо нас каждым днем может становится все неубедительнее так найдите кельберта и поговорите с ним у нас теперь открылась ветка заданий утомленной войной квадфорд находится в широк шире между двумя озеро озерами на берегу реки афон хафрэн так давайте снять все посмотрим на карту в итоге что тут еще набеги есть опять же да блин мы делали тот набег уже а утомленная война это вот сюда кого квадфорд так блин она бы набег какой-нибудь сделать по дороге бы хотя бы поискать что-нибудь ширапшир ширапшир это здесь боленка качестве большая карта я не знаю сколько же тут можно будет проходить что это дело 5 а тут чё у нас винчестер хамитун шир уэссекс есть секс 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 да еще кстати вот так и не нашли трех сестер каких-то которых нужно там найти и что-то у них забрать кстати здесь что-то такое есть интересное надо бы по зачищать территорию вообще так там окей садимся тогда на 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 и плывем ну а кстати надо завалить вот этого человека мне кажется у нас уже хватит на населенных погнали все я знаю что делать сейчас завалим сначала тут чувачка это раз расскажите что-нибудь вот вам история животы надорвете зимой перед тем как мы отплыли в англию я как-то пил с друзьями вставом с нами в медовом зале были улова и одного из них звали халли злоязыким осушив 7 рогов меда халли взгромоздился на стол и закричал через весь зал одному скальду по имени тьёдольф тьёдольф царал он спорим я и рыгнув сложу вису лучше чем сложишь ты своим языком до словами все захохотали тьёдольф громче всех спорим халли злоязыкий ответил он позволь я начну так стоп здесь набег мы завершили завершили совершили нам вспоминали проплываем и нашла частный топ в меду гордыни как ягненок блеял гордо звал свой вопль серебром поэтов все снова засмеялись и халли с ними а потом халли встал подошел к скальду и открыл рот чтоб сказать вису ну и так тут опять набег был здесь мы тоже все уже все за получили так нам вот на сразить с этим чувачком давайте проводим припаркуем так стоп стоп вон он бежит куда ты убегаешь все стоять давай сражаться в ногу в ногу в ногу попасть надо а я у меня кончились стрелы окей давай пофайтим давай файтить не а а это а и а а так-так-так так-так твой были хорош 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 хороших ходит ходит ходить ходит 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 ходу не менее не 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 стой не чё-то не пошли чё-то пошло не по плану что-то не по плану пошло нужно это ягода где-нибудь найти почему-то я не понимаю как он блок почему не ставит нормально фигат там что творишь так там бы пожелать ничего не денег найти срочно причем по-моему где-то здесь жратва было я помню доводить так где-то там лично он нибудь здоровье восстановил да блять он восстановил здоровье да ну нафиг не я короче не знаю как с ними сражаться да какой он блять даже щит не выставлял ты чё блять гонишь толь да пускай убьет меня убей уже но я это невозможно с ним сражаться чё ты гонишь давай убей все хорошее молодец отлично я не знаю как с ним сражаться реально потому что это бред какой-то не хватает ни здоровья ничего вообще слишком они мощные хотя тут по моему он по уровню мощности он по моему подходит мне но не знаю то ли оружие быть другой день окей он потом приедем замочил его надо мощность набирать и чтобы это побольше здоровья было поэтому пока оставил его в покое поедем дальше по заданию не фартанола не получилось ничего страшного как не получится и наберемся еще силенок непонятно вообще от ряда как сражаться убежать вич нельзя то есть если у тебя здоровье кончилось то все как бы ты не сможешь его нигде подобрать и вот тебе нужно рассчитывать на то что у тебя есть соответственно по жизни мы друг говоря снял и у меня кончилось здоровье и лечиться не могу умеется и как бы и чё я сделал считаю вообще непробиваемый день день и сока на контратаке его брать скажи на контратаке а просто вот как контрить его надо так нам сейчас направо надо получается я бы здесь чуть-чуть собрал что-то тут в доме что-то лежит лежать что забрать думал как укрепить пока рядом с сохранив давай погнали да куда ты вот лезешь вот скажи вот тут управление меня просто убивает вообще серебро припаса так здесь еще что-то рядом есть не тут это далеко окей поехали на набег о еще значка парус поднять кто нас развлечет был один безумец по имени хрок а их примерно лет которого мы прозвали грызуном за страсть собирать топоры 20 лет он копил топоры всех видов и размеров ни разу он не сражался но клялся тором что жаждет этого на тридцать первом году перебрав эля хрок соблазнил чужую жену ее муж вызвал его на хольмганг хрок принял вызов а в назначенный день разложил 12 топоров и спросил который же из них взять чтобы убить тебя расщепляющий кости начал он породатый топор с рунами сейда и рукоятью из английского дуба или продолжал он двуручный датский топор что рассекает воздух как стрела в полете а может двойных волкодавов рыкнул он распаляясь грозную пару металлов можем продолжить позже римский артефакт отлично покажи мне а вот набег да да это бед вот сюда то нам и надо готовьтесь братья а а а а и а а и а а а да блядь я не успеваю озабочить давай что походим садим он меня сейчас он и меня завали хорош я валяюсь вообще что было такое а это он такую блокировку применил да прикольно он ладно ща попробуем ща попробуем еще разочек это сделать что-то мне кажется одни оружие менять это слишком так долго она разгоняется так долго но вот это вот что происходит с этой головой она хоть и мощная но она очень долго вот прям ну невозможно долго разгоняется давай о вот 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 так есть нас тут чё есть ооо пришёл Ну вот, клянемся! сюда давай иди помогай викинги мне не заломать эту дверь нам спасибо братишку я тут нужна помощь так материалы 20 далее материалов и еще материал да очень хорошо есть где еще я тут что не собрали ничем чё все что весь набит да ладно серьезно реально все а вот тут что-то да ключ какой-то стоп пойдем глянем но на небеса мне хода нет я застрял здесь будни говори что ты такое я умер тяжкой смертью волки растерзали да и меня не похоронили я застрял в чистилище прошу путник дай мне кое-что чтобы я смог освободиться это о чем они большом подношении чтобы помочь мне скорее попасть на небеса меня так просто не обманешь не дерзи мертвым 50 серебряных монет умиротворят меня я найду тебя и убью ну хотя бы 12 ты умрешь по-настоящему хоть качан капусты так что скажешь путник ты меня слушаешь я ведь мертв так короче сидит там иначе сидит там внутри типа притворяется что что типа это мертвец разговаривает более ночь и дурака другого овощей сейчас я реально приду тебя и накажу чтоб найду как туда попасть а вот наверное спорка туда попасть так это что так это что наковальня зачем выбирать так ну-ка опал здесь был давай-ка внусь голос мертвеца ты куда живее чем могло показаться я хотел тебя обмануть и что жизнь жестоко а мертвым неплохо платит получит лиц повседневная жизнь она может за выполнение заданий выполнить или вот таких вот коротеньких найдите ключ от двери а ну так вот он лежит записка обманщика еще один тоскливый день моей жалкой жизни нет ничего веселого в том чтобы тащить смердящее тело и подпирать его палками а потом прятаться надеяться надеяться что как какой-нибудь проходящий мимо керал станет сушкой история чистилище менять голос не так-то просто мало кого удается одурачить люди просто отпихивают тело в сторону мне приходится начинать сначала но бывает и так что они отдают серебро и думаю что спасли чью-то они так радуются что сделали что-то хорошее в этом печальном мире тогда я понимаю что она того стоит да не хорошо обманывать вот прямое доказательство обманывать в общем не стоит то можно стать мертвым так чё у нас тут-то ой да тут шарапшир то хренеть какой здоровый вообще тут еще какие-то есть 2 а чему тут ничего чего-то не взяли чему-то пойдем заберем значит и тогда уже поедем на миссии посмотрим что там нас ждет и кто нас ждет на жаль ботина с капюшона хельберт это же сын по моему до которую это чувачева ты этого который королем стал уже забывать стал настолько уже это так давно было мне кажется тоже был в самом начале игры классический вверет и среди на сканды так погнали о ткань отлично то что нужно ткань нам нужно это вообще как нам очень сильно нужно рыбу тоже взяли куда он упал нам бы вот рыбу подобрать вот тут очень нужно как вот ее ловить я не понимаю вот кто так окунь мелкий медведи а пушков мелких тоже же надо бы поймать не знаешь как поймать ладно бог с ними потом наловлю окушков или там мелкий сом нужен по у мелкий сом нужен не знаю могли бы сюда и рыбалочку накрутить или что там лучше сделать что-то про это вообще никто ничего не говорит даже дом рыбака если хоть бы сказал бы что там купил меня удочку люби рыбачь как который бы ловить вообще не понять что и сейчас стоит форнбурге для этой работы он нанял двадцать человек я был среди них а еще фраде сильнее и крепче я никого не знал раньше мы взялись валить и обтесывать лес так а почему мы тут не можем проплыть что за фигня это разрушить нельзя еще типа да здесь нельзя пламать отлично отлично так когда лошадь урожая опять не будет бритты все сожгли урожая опять не будет бритты все сожгли она будет долго и мрачна бог покарает бриттов за эту войну отправит их в преисподь послушай за что вы бритты убиваете нас мы ничего не сделали твоя дочь голодна я принес хлеб я не дура чего ты хочешь взамен ничего вот повезло тебя то мне и надо есть у меня работа для тех кто не боится запачкать руки контракт не нужны мне контракт так это что добро пожаловать торговка заглянуть плавку все продает знает что может понадобиться в пути кожа охотничий стрел провизии знаешь толк качественных вещах королевский страж шоу гадюки игломет шепот смерти отличная вещь как персонализации татуировки прически прочее это что фантастические рыбы где они обитают это все жалко цитка не продаешь мне пиками бы увидимся так я искать эту кельберта были это кто так на меня давай наймем срожайся вместе со мной и пусть звучит песни стали так он получается большом доме живет все максимум провизии хорошо провизии набрали он давай узнаем что там за задание приготовил нам так и вор вместе с кельбертом здесь нас так уж плохо но бей жестче а юр это же психика это вообще ты учишь мальчика или пытаешь его переходит в первое здравствуй эйвор значит мое послание прибыло вовремя переговоры с бритами еще не начались я буду рядом когда дойдет до дела мне нужно знать что-то еще прибыл почтенный король родри и я буду обсуждать все с ним родри жаждет мира с тех пор как мы схватили его брата хлюпика гуриада имя такое словно кто-то блюет гури от мервин родри ждет в церкви неподалеку а кто же представляет широпшир предыдущие элдерман пала в битве его заменяет епископ дёрла а потом власть получит этот щенок раз так хочет его отец мысль о том что я буду править широм меня несколько пугает очень непросто быть элдерменом во время войны келберт главное сразу не наложить в штаны со страху будущий элдермен должен участвовать в переговорах будь вежлив родри король к нему стоит относиться с почтением родри ждет что мы рухнем на колени и станем восторгаться тем как пахнет его зад уж поверь ты его знаешь мы встречались это его подарочек может я смогу отдариться не зря меня зовут погибелью королей эйвор лучше останется здесь иначе переговоры точно сорвутся мне нужны вы оба чтобы помочь и понять готов ли я тогда дай слово что не обнажишь свой клинок эйвор не смеши меня ты знаешь чего стоит мое слово ну да я оставлю переговоры тебе может быть отлично что ж идем в церковь наши гости ждут книга о драконах краю деревны мы воюем с бритами уже почти два года бриты немало повеселились пока мы с братьями не проредили их ряды и не загнали брата родри в канаву и теперь родри хочет мира из-за его буду рад послушать его жалкое хрюканье хотя предпочел бы предсмертный виск беречь наследие это важно наследие я погибель королей от меня не все сумели уйти как бургрин будь сдержан и вар а где твой самодовольный братец мой брат мы расстались не знаю я уверен ты обойдешься и без конечно не знает его схватили блин король родри и наш епископ дерла ожидает нас в церкви эти дома христа глянешь и сразу знобит но внутри тепло господь объединяет короля родри и епископа и меня мы заключим мир в его доме трусы бритые мерзавцы капитан и мир объясни епископу что нам нужно домой государь епископ дерлов мы не станем заключать мир пока нам не вернут гуряда брат короля сейчас брат короля просто вонючая кучка навоза ты я тебя знаю и вар прозванный бескостным это ведь я оставил тебе тот шрам это так и я отплачу тебе тем же вонючая свинья раскрою тебе череп хватит вы оба милорд это келберт будущий элдермен этого шира и сын келвульфа короля мерсии зеленый юнец элдермен он и отлить сам не способен прошу успокойтесь проявите терпение ты знаешь чего я хочу пока мой брат гурят у вас миру не бывать ему повезло что он у нас этот трус напоролся на свой клинок я скоро проткну тебя твоим муж мой не горячись нам нужно найти способ заключить мир всем нам сперва мой брат сперва твоя башка на копье прочее потом муж мой нет довольно это дом божий думаю нам следует прерваться и слегка остыть эйвар на пару слов хоть мы и не знакомы келберт уверен в твоей рассудительности она нужна нам может уже поздно вороны войны уже слетелись я скопил немало серебра поговори с людьми и предложи его человеку который поможет заключить мир понятно опять тут какие-то наверно терочки будет решить кому отдать серебро мы зашли в тупик боюсь миру не бывать не страшись ты еще станешь элдерменом эй вор друг мой я последовал твоему совету значит ты сделал выбор кому ты решил отдать серебро я не готов принять решение прошу немедленно ты тратишь время ивар за преддверие прережь этого борова и дело с концом серебро усмирит твой гнев на время переговоров о мире мир думаешь его можно здесь добиться я же сказал я знаю эту свинью так что насчет серебра может да а может и нет когда получу серебро буду знать наверняка ему отдам не руль на вот тебе серебро делай с ним что хочешь но не мешай нам заключить мир не знал что ты любишь сорить деньгами ты тратишь время серебро этим мешочком я без труда проломлю родри голову нужно все рассказать епископу диарлафу делал то он болтовня сплошная болтовня бурят мы договорились ты найдешь мне серебро что скажешь попробую найти серебро я жду детали епископ а вот же епископ нет да я расспросил и других ты уже принял решение и его раздражается все сильнее я дал серебро и вору и он обещал сдержать свой гнев я не уверен что это возможно роды ты насмехаешься сразись со мной один один сейчас и вор бескостный бесхребетный бессильный ты меня не убьешь смерть мне несет дракон говорят провидцы а твой братец что провидцы сулят ему о хорош зарезал да чуть я поход неправильно сделал выбор да мне сразу не там топоры Хорош, ты сейчас наступаешь есть все вот дипломатия викингов покажем им на чьей стороне сила блин ну псих вообще тут его слишком ценишь это лишь пустые слова между дарами топора боже это чудовищно у нас нет выбора остается лишь сражаться пора испытать тебя боже прости нас не зевай келберт защищай меня а я так и быть спасу твою шкуру господи тебе лучше переждать здесь в общем чем я так понимаю сейчас будет битва убейте воинов бритов квад форте поэтому а у нас селит подходит это к концу время подходит давайте остановимся здесь следующей серии продолжим и и узнаем кто кого сделает бриты или мы вместе с ливером всем спасибо за внимание ставьте лайки подписывайтесь на канал всем пока